Здравствуйте! Вы на канале школа доктора Скачко. А я доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть из которых вы можете приобрести через интернет. Автор сотен видео в интернете. Как правильно питаться. Как правильно пить воду. Как правильно дышать. Как правильно двигаться. Как правильно объединить эти основные компоненты. Чтобы у вас получился ваш собственный уникальный здоровый образ жизни. В тех условиях в которых вы живете. В зависимости от вашего пола. Возраста. Выбранной профессии. Увы комплекса заболеваний. Которые так или иначе совершая ошибки приобретает каждый человек. А современная медицина уже насчитала около 30 тысяч возможных заболеваний. Это если у вас присутствует всего одно. А чаще всего каждые 3-5 лет жизни человек приобретает от 2 до 4 различных заболеваний. И если вы не знаете тот набор который у вас присутствует. Вы просто плохо обследованы. В этом видео решил ответить на мой взгляд на очень важный вопрос. Как правильно пить воду во время еды. Часть врачей запрещает пить воду во время еды. Часть рекомендует пить воду во время еды. Вот как вам разобраться. А определяет нужна вам вода во время еды. Либо не нужна вода во время еды. Те условия в которых вы находитесь. Состояние вашей пищеварительной системы. И все цели которые вы хотите получить. Употребляя воду во время еды. Поэтому смотрите это видео дальше. И вы будете знать. Нужна вам вода во время еды. Либо не нужна. Правильный ответ на вопрос нужна ли вам вода во время еды. Он однозначен и категоричен. Абсолютно всем. Во время еды вода нужна. Это условия правильного переваривания и усвоения пищи. И обратное могут утверждать лишь те кто не знаком с особенностями работы пищеварительной системы человека. Как и других живых существ на планете Земля. Бактерии не проявляют своей активности пока находятся в безводной среде. А если они активны. И к ним попадает капля меда. С содержанием воды около 15%. Сахара которые присутствуют в меде прекрасно отнимают воду у бактерий. И она теряет свою жизнеспособность. Точно так же работает и соль. И концентрация сахаров выше 50%. А соли выше 10%. Обладает прекрасными консервирующими свойствами. За счет того что у различных микроорганизмов просто отнимается вода. Обсуждаться может только вопрос количества воды во время еды. И ее качество. Которые определяют индивидуальные особенности работы вашего организма. И об основных маркерах которые вы должны знать. И ориентируясь на них правильно использовать различные виды воды. А их сотни чтобы не сказать тысячи нужно правильно использовать. Чтобы ваш уровень здоровья был повыше. Эти основные маркеры вы узнаете прямо сейчас. Вода всегда должна присутствовать в принимаемой вами пище. Как в свободном виде. Так и в составе продуктов питания. В этом случае при попадании в рот вы сразу ощущаете вкус пищи. Иными словами включаются вкусовые рецепторы для анализа состава поступающих продуктов питания. И выработки нужных для их переваривания пищеварительных секретов. Если же пища оказалась чрезмерно сухой. Чтобы ее проанализировать ее нужно вначале увлажнить. Выделяется достаточно много слюны. Для некоторых слишком много. И такую пищу уже могут прочувствовать люди. У которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В разных ее звеньях. В составе крови находится примерно стакан свободной жидкости. Это тот резерв, который ваш организм может использовать. И через слюны и железы выделить в полость рта. Если ваш организм не может полноценную замену произвести. Кровь становится более густой. Увеличивается нагрузка на сердце. Увеличивается нагрузка на сосуды. И появляется кардиологический риск. А всего-то выбор был ваш. Съесть порцию сухарей. Либо съесть вкусный свежий хлеб. Во втором случае риск для сердечно-сосудистой системы существенно ниже. Но! Сухость еды или влажность еды. Это не единственный показатель, который нужно учитывать в данном случае. Правильно употребляя воду во время еды. О других показателях вы узнаете прямо сейчас. Выбор продуктов питания и особенностей кулинарной обработки пищи должны обеспечить потребности вашего организма, используя возможности пищеварительной системы. И пока пища находится в полости рта либо в желудке, можно разными видами воды в разном количестве изменить процесс переваривания пищи. И либо улучшить переваривание пищи, что нужно многим. В каких-то случаях нужно продлить переваривание пищи. Ни в коем случае не стоит нарушать переваривание пищи. Если у вас получится нарушить переваривание пищи в полости рта либо в желудке, дальше пища полноценно может не перевариться. Ваша поджелудочная пища может не подстраховать это нарушение. В результате пища начинает гнить, подвергается выражению. Иными словами, в кишечнике развиваются как минимум те представители патогенной или условно-патогенной микрофлоры, которые там есть всегда. А часть микроорганизма может проникнуть с принятой вами пищей. И если дезинфекция пищи в полости рта, в желудке и в двенадцатиперстной кишке разными секретами не состоялась, может развиться даже пищевое отравление. Результат как минимум дисфункция кишечника, как максимум токсическая нагрузка печени, почки, сердце, мозг. Ну и весь организм вместо продуктов переваривания пищи получил продукты переваривания пищи на патогенной микрофлоры. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. Поэтому нарушать переваривание пищи ни в коем случае нельзя. И нужно правильно принимать воду в соответствии с возможностями вашей пищеварительной системы, о которой я расскажу. Прямо сейчас. Если выделение желудочного сока не нарушено, вам пить воду во время еды дополнительно нет необходимости. Пища и так прекрасно переваривается. Вы о ее судьбе знаете по высокой работоспособности. Но! Часто при этом хорошее переваривание пищи может способствовать накоплению избыточного веса. Если вам нужно несколько продлить переваривание пищи, не меняя ничего иного. Чтобы аппетит появлялся реже и вес не набирался, а возможно немного оснижался. То во время еды вы можете выпить 50-100-200 миллилитров нейтральной очищенной воды. В этом случае вода несколько продлит переваривание пищи. Но критически его не нарушит. Количество воды зависит от количества съеденной вами пищи. Если же секреция желудочного сока повышена и соляной кислоты много, то во время еды вы можете выпить аналогичное количество очищенной щелочной воды. Которая нейтрализует избыток соляной кислоты. И пищеварение несколько продлится, но критически не нарушится. Как правило повышенную секрецию желудочного сока демонстрирует быстрое переваривание пищи. И появление чувства голода либо боли в желудке через 1,5-2 часа после еды. В этом случае правильное употребление воды я вам рассказал. Очень часто, особенно с возрастом, секреции желудочного сока и возможности пищеварительной системы постепенно снижаются. И здесь вариантов улучшить переваривание пищи значительно больше. И какие лучше использовать для вашего здоровья вы узнаете прямо сейчас. Если выделение желудочного сока нарушено, количество соляной кислоты и пепсинов в желудочном соке снижено. Чаще всего воду во время еды пить запрещают. Категорически запрещают. Хотя на мой взгляд это в корне неверно. Вот как раз при нормальной либо повышенной секреции желудочного сока у вас есть выбор. Либо пить воду во время еды, о которой я только что рассказал. Либо правильно питаться. В случае если секреция желудочного сока снижена у вас выбора нет. Вам нужно пить воду во время еды. Только правильно обогатить ее нужными для вашего желудка веществами. И если при хорошей секреции желудочного сока вы можете кушать кашу рассыпчатую. То в случае пониженной секреции лучше кушать кашу размазню. Вы обязаны ежедневно кушать овощные супы, борщ. В котором вода присутствует в свободном виде. И содержит в себе экстрактивные вещества из тех продуктов, которые находятся в этих блюдах. А эти экстрактивные вещества, растворенные в воде, обладают собственной прекрасной сокогонной активностью. И помогают переваривать вам эту пищу. Если вам этого не хватает. То во время еды вы можете выпить воду. Обогащенную органическими кислотами. Простыми сахарами. Витаминами, макро- и микроэлементами. Иными словами. Сок кислого либо кисло-сладкого вкуса во время еды в этом случае. Помогает переваривать вам пищу. Но! Разрешение должны дать органы выделения под названием почки. Не все органические кислоты воспринимаются почками одинаково хорошо. Это нужно просто правильно корректировать в соответствии с возможностями почек. Вы можете также выпить воду во время еды. Обогащенную биологически активными веществами чая либо кофе. Кофеин как основное действующее вещество. И другие компоненты этих напитков. Помогают усилить секрецию желудочного сока. И лучше переварить пищу. Но! В данном случае вето на использование такого вида воды во время еды. Должны дать сердечно-сосудистая система. Те же почки, суставы. Потому как различные нарушения уже могут там присутствовать. И ограничивать употребление этих видов воды. Также вы можете выпить воду. В которой растворено от 5-10% алкоголя. Алкоголь сам по себе прекрасное сокогонное. В концентрации 5-10%. И вот такая концентрация алкогольных напитков. А остальное 95-90% это вода. Помогает переваривать вашу пищу. Конечно возможны и другие варианты. Их масса в данном случае. Но! Нужно учитывать состояние организма в целом. Тогда такая вода во время еды будет приносить пользу не только пищеварительной системе. Но и организму в целом. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения. И пока вы ставите лайк на это видео. Если вы не подписчик моего канала. Не забудьте на него подписаться. Здесь достаточно много интересной информации. Касающиеся вашего здоровья и активного долголетия. И создание у вас основ того самого здорового образа жизни. О котором многие слышали. Но! Для того чтобы делать все правильно. В соответствии с возможностями вашего организма. И с теми условиями в которых вы его ставите. Нужно учитывать множество факторов. На один из вопросов. Как правильно пить воду во время еды. В этом видео я ответил. В следующем видео я расскажу. Как правильно пить воду. Чтобы похудеть. Но! Не растерять остатки здоровья. Которые имеет человек с избыточным весом. Смотрите! Мои видео на моем канале. Не забудьте подписываться. Ставить лайки. Отправлять его своим друзьям через соц сети. А я в следующем видео эту очень интересную информацию расскажу вам. Как это делать правильно. Чтобы здоровье все таки не терять. А только сохранять. А возможно даже и приумножать. До новых встреч на моем канале!